Наш эфир продолжает программа «Час Ивана Денисова». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Давайте-ка поговорим о разведке и о проблемах предвыборных. Да, как-то давно я к этой теме подбираюсь, и тут я объединю новости сразу из трех стран, связанных так или иначе с разведкой и с приближающимися выборами, прежде всего, в Соединенных Штатах. Благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска и начинаю, собственно, с американской ситуации. Офис директора национальной разведки, точнее говоря, Центр по контрразведке при нем, опубликовал такую выкладку, оценку экспертов, кому, в какой стране, являющейся врагом Соединенных Штатов, выгоден какой президент на выборах в этого года. Такой документ, он достаточно хитрый, потому что понятно, что его авторы попытались себя застраховать, и, в общем, ничего такого сверхъестественного они не сделали. Обозначили, что три страны, которые больше всего будут заинтересованы в результате выборов, это Китай, Россия и Иран именно в такой последовательности. При этом Китай и Иран видят своим врагом Трампа, поэтому они будут предпринимать все усилия для того, чтобы победил Байден. А Россия уже привычно, Байдена вроде как не любят, и, соответственно, будет пытаться, наоборот, и уже пытается его дискредитировать, то есть, что Россию выгоднее Трамп. Ну, в общем, такая ситуация два к одному. Мне не до конца понятно, каким образом Трамп, который является, виноват Байден, который является угрозой только для Америки, может быть, так страшен Путину и компанией. Но, повторяю, к этому докладу отнести стоит, в общем, с некоторым интересом. Но он еще раз, здесь представители разведки, они стараются, чтобы кто не победил, ну, они скажут, а мы вот и в вашу сторону играли. Поэтому абсолютно такой лишенный, серьезной конфликтности. Даже не доклад, а рапорт, отчет, если угодно. Я согласен с тем, что Иран и Китай, естественно, заинтересованы в Байдене. С Россией тут все сложно, потому что Россия будет пытаться, прежде всего, внести опять раздрай, раскол и так далее, и тому подобное. Но, знаете, очень часто, хотя подобные документы, исходящие из официальных разведисточников, их надо держать перед собой, едва ли не более интересными и более важными, оказываются данные людей, которые с разведкой связаны. Но официально на службе в ней не состоят. В годы Холодной войны это не раз было очень кстати, когда действия, связанные по контрпропаганде, по аналитике каких-то частных разведок, такие были, Брайан Крази этим занимался, журналист, они порой были гораздо более близки к истине, чем то, что делали в ЦРУ МИ-6 и так далее. И в этом плане я бы обратил ваше внимание на Фреда Флайтс, про которого я не раз говорил, он ветеран ЦРУ и военной разведки, и он сейчас сотрудничает с Центром по безопасности или по политике безопасности, Center of Security Policy, такой ненавидимый левыми мозговой центр со связями в разведке. Вот он опубликовал довольно интересный материал, смысл которого в том, что на данный момент абсолютная беспомощность и слабость Байдена, она как раз будет выгодна абсолютно всем врагам Соединенных Штатов. И более того, все те апологеты Джо, которые нам рассказывают теперь, что дебаты никому не нужны, что это все ненужно и так далее и тому подобное. Ну, понятно, какие цели преследуют они, однако, как пишет Флайтс, я с ним здесь абсолютно согласен, с точки зрения разведаналитики, вот все эти граждане, которые агитируют за отказ от дебатов, они на самом деле, так или иначе, оказываются полезными идиотами для врагов Америки. Потому что отказ Байдена от дебатов – это определенная его слабость. То, что мы видим, Трамп, как к нему не относись, но он постоянно на виду, он пикируется с журналистами, он говорит что-то, что кому-то нравится, что кому-то не нравится, но он действует. А Байден, как в фильме ужасов, сидит там где-то в бункере, изредка вылезает сказать какую-то глупость, и его уносят обратно. И таким образом, если такой человек откажется от дебатов, да еще не дай бог победит, ну, понятно, что и Китай, и Иран, да и Россия, они будут просто счастливы, и все те, кто пытаются повлиять на выборы внутри Штатов, добившись отказа от дебатов, они играют на Пекин, Москву и Тегеран, это, в общем, безусловно. Поэтому я бы здесь, мне показалось, что вне зависимости от моих симпатий, антипатий к Трампу и так далее, но позиция Флайтса, что слабость Байдена и есть гораздо выгоднее врагам Америки, и что те, кто призывают, демократы и либералы, кто призывают Байден отказаться от дебатов, они играют тоже на врагов Штатов, это для меня безусловно. Если мы отвлечемся с вами от Америки и посмотрим на Британию, то там тоже сейчас разведка оказалась в центре внимания. Во-первых, меняется глава МИ-6, то есть, собственно говоря, службы внешней разведки, и возглавит ее Ричард Мур, про него трудно что сказать, мало что пока известно, кроме того, что он довольно-таки давно в спецслужбах. Мои друзья в Северной Ирландии им недовольны, потому что его дед был боевиком Ира, но мне это тоже не нравится, но давайте предположим, что он не такой, как его дед. А меня больше смущает то, что он как дипломат очень много времени провел в мусульманских странах, потому что на примере мистера Брэннона мы все видим, что бывает, когда спецслужбы возглавляют человек, который в этих мусульманских странах проработал довольно-таки долго. Возможно, Мура это не касается, но посмотрим. К тому же, продолжая тему Северной Ирландии и разведки, но здесь я быстро, чтобы не углубляться, там сейчас небольшой такой скандал происходит в связи с тем, что уже Ми-5, то есть контрразведка, что видный деятель Шенфейн и связанный с террористами Джерри Эдамс похоже был их осведомителем, и они там друг другом пользовались Ми-5 для того, чтобы уничтожить Ира, а Ира Эдамс для того, чтобы с помощью Ми-5 избавиться от своих конкурентов, Шенфейн и Ира. Ну, может, к этому мы еще вернемся, пока, еще раз говорю, я только эту тему обозначу. Ну и самое главное, что связанное с разведкой Британией, это тот самый доклад, который я все пытался вам рассказать, но у нас времени не хватало, но я очень быстро о нем напомню, это доклад парламентского комитета по безопасности и разведке о вмешательстве, там в основном России шла речь, России в политику Британии. Ну, он признает, что такое вмешательство есть, что нынешняя Россия такое странное соединение слабости и желание, тем не менее, показывать свою силу, что выражается вот в том, что, прежде всего, в нагнетании напряженности и в пропаганде. А при этом, правда, докладчики отмечают, что российская дезинформация, хотя, естественно, она очень сильна на Западе, но она еще и гораздо сильнее, конечно же, в России. Это вы заметите, мы к этой теме еще вернемся, кстати говоря. Дезинформация именно в моей стране. Что касается вот тех самых двух моментов, о которых все, которые всех волновали, а именно участие России в голосовании по Брекситу и по шотландской независимости, то ничего определенного этот доклад на эти темы не ответил, сказав, что да, там в Брексите что-то поучаствовали, но скорее всего влияние никакого не оказали, и что с шотландскими левыми тоже определенно Кремль связан. Это, кстати, интересный момент, на который очень не любят обращать внимание левые, но что в королевстве националисты левые в Шотландии и в Северной Ирландии, опять же, у них очень давние связи, с одной стороны, с нацистами, с другой стороны, с Кремлем. Ну, с нацистами они, естественно, отпали в какой-то момент, так уж получилось, а с Кремлем они продолжались довольно-таки долго и продолжаются по сию пору, там один из ведущих политиков в Шотландии вообще на Rush Today работает, так, на скидку. Поэтому это тоже момент важный, когда нам пытаются впихнуть идею, что якобы Кремль связан с правами на Западе, как видим, нет, старая любовь не ржавеет, и шотландская национальная партия и Шенфейн, они по-прежнему кремлевскими услугами пользуются и на Кремль вполне себе работают. Возвращаясь к докладу, кстати говоря, отдадим должное британским парламентариям, они признают, что английская элита, британская элита, не будем ограничиваться, только Англией, во многом виновата сама, потому что всех этих околопутинских российских бандитов, олигархов и шпионов принялась распростертыми объятиями, поскольку раз те привозят в Британию деньги, то на здоровье живите тут, радуйтесь и так далее и тому подобное. И таким образом, вот эти вот околокремлевские элементы, они, увы, уже так глубоко пустили корни в британскую политику, что выкорчевать их будет довольно-таки сложно. И тут опять дело даже не в том, кто у власти, либо аристы, или консерваторы, вот Джонсон привел в палату пэров Лебедева-младшего, Лебедева, старший Лебедев, он тоже с ГБ повязан, и перед Брекситом они, и папа, и сын, они владеют двумя, насколько я помню, газетами британскими, одна правая, одна левая, одна была за Брекса, другая против, то есть абсолютно ГБшная тактика, тот самый вносить раздрай, беспорядок, и смуту в обществе, нагнетая напряжение с обеих сторон. И вот видите, Лебедев-младший, он теперь в палате лордов, вот бывает и такое. А возвращаясь опять уже в третий раз к докладу, вывод из него такой, что пока у власти в Кремле нынешний режим, то отношения с Россией не наладятся, но вот надо что-то делать с теми, повторяю, путинскими товарищами, которые в Британии уже обретаются. Два комментария было интересных на этот доклад со стороны людей, которые мне очень интересны, это Ричард Кемп, знаете, самый, наверное, большой друг Израиля в королевстве, человек с опытом в армии и в разведке, он написал, что доклад в своей статье вполне ожидаемый и что сейчас Россия продолжает политику Советского Союза, влияя самым дурным образом на какие-то западные институты и при этом пользуется всем тем, чего советская разведка добилась за эти долгие годы, то есть насаждая идеи коммунистические и так далее и тому подобное. Так что Кемп доклады одобрил. Питер Хитченс, журналист весьма мною тоже уважаемый, но он изоляционист, он к докладу отнесся скептически, ну как, Хитченса такая позиция, что, он, кстати, здесь довольно, в Москве довольно долго жил и работал как журналист, что да, путинский режим это, конечно же, деспотический, тиран, тиранический, какой угодно, что пропаганда путинская, да, это опасно, но что по большому счету Россия это абсолютно отсталая страна, которая умеет только сучить кулаками и угрожать, что мы там вашу Америку, сейчас как, и вашу Англию заодно, что все деньги идут на пропаганду телевизионную, да на троллей, которые лезут с комментариями, повторяя, вот то, мы все крутые, как мы сейчас Америку победим, но что в реальности Россия опасности для Запада не представляет, и напротив панически трясется в панике перед китайской агрессией. Вот такое вот позиция, при этом технически Хитченс ближе к истине, потому что, ну, действительно, есть такое, что нынешняя Россия страна, прямо скажем, не особенно развитая, несмотря на то, что хочет выглядеть именно таковой, и Хитченс здесь прав, но, как и многие рассудочные люди, которые исходят из позиции здравого смысла, Хитченс недооценивает опасность нынешнего режима, а Кемп ее, как человек военный, как раз и более в этих вопросах разумный, он ее оценивает, поэтому истина, в общем, посередине, так как, еще раз говорю, Хитченс может прав в какой-то основной идее своей критики этого доклада, но Кемп гораздо более прав в практической стороне, поэтому я, пожалуй, все-таки здесь его точки зрения буду придерживаться, что, действительно, нынешний кремлевский режим при всей отсталости Российской Федерации, что для меня, конечно, печаль, но он опасность может представлять и представляет. Ну и в завершение этой нашей разведчасти, так ее назовем, новость такая неожиданная, хотя она обсуждается уже довольно-таки давно, это министр обороны Японии Таро Кано объявил о желании Японии пополнить пять глаз. Напомню, пять глаз это англоязычное разведсообщество США, Королевство, Канада, Австралия, Новая Зеландия, так как документы, которые внутри циркулировались, там писали for your eyes only и так далее, но с тех пор вроде это название и закрепилось. Так получилось, что последние годы внутри сообщества там были всякие склоки и конфликты, более того, поговаривали, что Новую Зеландию исключат из-за слишком большой дружбы с Китаем, в случае победы Корбина могли Соединенное Королевство попросить на выход, но сейчас вроде все успокоилось и даже вот пошли разговоры о расширении, что касается присоединения японцев, то это уже давно тема поднималась и американскими аналитиками и я лично полагаю, что это хорошая мысль, потому что сильный азиатский участник вот такого союза, он, конечно же, нужен. Более того, японец, японцы, конечно же, люди хитрые и они будут себе на уме, но при всей традиционной для всех стран некоторой антиамериканской направленности поп-культуры, японцы люди умные, они делят что и как и в общем и целом они по большинству опросов заинтересованы в том, чтобы их безопасность была связана с Соединенными Штатами, поэтому если они в это разведсообщество войдут, то пакостить они не будут, более того, я рискну высказать такое предположение, что японские спецслужбы сейчас могут быть гораздо более положительными и консервативными, чем американские и британские, я хуже их знаю, но попробую такую высказать идею, и в целом в Японии преимущественно побеждают политики, не всегда, но преимущественно, повторяю, право консервативной направленности, и все те, которые, еще раз повторяю, они весьма заинтересованы в том, чтобы с Америкой дружить, поэтому с точки зрения военно-разведывательной инициатива однозначно плюс. А вот с политической точки зрения тут, увы, могут быть сложности, потому что у японцев постоянные конфликты с Южной Кореей, а Южная Корея и Япония, ну, есть еще Тайвань, Тайвань мы пока не будем трогать, но вот Южная Корея и Япония это главные союзники Соединенных Штатов, и, естественно, если Штаты добавляют Японию в пять глаз, то в Корее там начнут высказывать неудовольствия и так далее и тому подобное. В Корее сейчас вообще происходят вещи не самые хорошие, там они выяснят отношения с Трампом из-за оплаты американских военных баз, президент тамошний, такой человек достаточно левый как раз, он пытается себя показать, что он крутой и может противостоять Америке, и плюс с Японией у них там без любых мелочей постоянные конфликты. Даже, помните, я вам рассказывал по вопросу о разведке, был момент, когда нарушилось соглашение о взаимодействии японско-корейской разведки, американцы, Помпео, все пытался их помирить, но, в общем, это может быть сложностью. Тем не менее, я все-таки думаю, что что-то здесь надо делать, естественно, взаимодействие американской-японской разведки, оно и так уже есть, и оно достаточно давнее и, в принципе, хорошо работающее, но, в принципе, на данный момент эти пять глаз, наверное, действительно, их надо переделывать в семь, потому что, если по Африке и по Южной Америке, ну, трудно себе представить, кто там может достойно представлять и помогать с Штатом, а Япония и, как вы сами понимаете, Израиль были бы кстати, но с Израилем, сами понимаете, тут тоже политические проблемы, если Моссад входит в пять звезд, то арабы начнут психовать и, боюсь, американцы на это не пойдут, американские политики прежде всего, ну, вот с Японией нечто похожее. Тем не менее, если японцы в это разведное сообщество войдут, то, кто знает, может потом и Израиль добавится, тут, как уже сам Израиль решит, я не знаю. Ну, вот, здесь я, пожалуй, прервусь, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. Пожалуй, добавлять я ничего не буду, довольно развернуто и, в принципе, я согласен с тем, о чем вы говорили. Поэтому давайте мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу Час Ивана Денисова и на сей раз о демократических праймарис вашей оценке. Да, тут ничего, конечно, радостного нет, но прежде, чем перейти к своей оценке, действительно, я такое небольшое вступление сейчас сделаю, поймете, я думаю, почему. Меня, как бы, вполне устраивает то, что основная часть аудитории это американцы или израильтяне, но вот те немногие представители мои соотечественники, то есть из Российской Федерации слушатели, зрители, я бы вам хотел именно на этот сегмент ваше внимание обратить и посоветовать вам так нескромно им делиться. Сейчас объясняю, почему. В первом сегменте я обратил внимание на то, что ссылается на британский доклад о российском вмешательстве в политику британскую, о том, что фрагмент, где речь шла о том, что дезинформация у нас в основном нацелена на граждан Российской Федерации и ходит она из Кремля. Я этого не отрицаю. Тем не менее, штука такая, что дезинформация, которая исходит от нашей позиции официальной, она, к сожалению, ничуть не менее отвратительная, так скажем, чем дезинформация кремлевская. Прежде всего, это касается вопросов политики внешней и прежде всего, это касается как раз политики американской, потому что у нас все, увы, полагают себя экспертами, все считают, что если почитают пару заголовков Нью-Йорк Таймс и посмотрят пару сюжетов СНН, то они сразу все поймут и, исходя из этого, навязывают довольно большой части населения, которой Кремль надоел и которой вынуждены слушать позиционеров, заведомо неверную картину того, что происходит в Соединенных Штатах и что происходит в американской внешней политике вообще. В этом плане опять отсылка к первому сегменту меня, конечно, это раздражает, потому что мысль, что надо обязательно следовать западному мейнстриму и что это нам поможет, она не работала никогда и работать не будет. Япония стала тем, чем она стала, во многом потому, что послевоенный премьер Японии Сегеру и Йоседа, он терпеть не мог американских либералов, американские либералы на тот момент были мейнстримом, да еще каким, он делал все, чтобы как-то их влияние, ну, по возможности их было довольно много, к сожалению, в оккупационных силах, свести к минимуму, и он не раз говорил, что все, что советовали сторонники нового курса и американского либерализма, все это Японии только вредило. Вот, к сожалению, у нас такого Йоседа нет на данный момент, и у нас наши оппозиционеры официальные глотают всю ту дрянь, что идет из американского и европейского мейнстримного СМИ, мейнстримных СМИ, и изливают все это на нас. И почему я все это говорю, одна из основных идей, которая настойчиво вбивается в головы оппозиционных соотечественников, это то, что Демпартия на самом деле никакая не левая, в Демпартии абсолютно нет ничего левого, и, соответственно, если Байден побеждает, то все будет замечательно, потому что Демпартия это как раз образец правой политики для нашей страны. Ну, я как-то даже не буду здесь никак оценивать умственные способности тех, кто это говорит, но обращаю внимание на то, что напрочь игнорируется то, что происходит. А происходит, и здесь я наконец-то перехожу к этим самым праймерис, то, что вот это социалистическое подчинение Демпартии, оно идет уже вовсю, и более того, оно активно поддерживается западными средствами массовой информации, и почему-то как раз это игнорируется нашими, с позволения сказать, оппозиционерами. Потому что всякий раз, когда побеждает на праймерис очередной заведомо социалистический кандидат, то пресса с восторгом пишет, замечательно, там, представитель демократических старых сил ушел, пришел настоящий, или пришла чаще, пришла настоящая прогрессистка и так далее и тому подобное, но вот здесь столь любящие средства массовой информации, мейнстримные и западные наши оппозиционеры, они как-то сразу умолкают и забывают про это. А вот посмотрите, что у нас происходит, происходит то, что все больше и больше кандидатов, которые связаны с такими, например, конторами, как демократические социалисты Америки и демократы за справедливость, Justice Democrats. Ну, что касается социалистов, здесь как бы все понятно, название говорит само за себя, и все мы прекрасно знаем, кто их представляет. Что касается вот этой организации, которая демократы за справедливость, то о них, я смотрю, стали писать очень много последние недели, именно потому, что вроде бы в их названии нет страшного слова на букву С, то есть социализм, и поэтому их вполне можно обозначить как прогрессивистов, как таких вот безобидных активистов, которые чего-то там хотят нового. Тем не менее, если вы внимательно посмотрите на то, что делает это самое движение, то вы увидите, что перед нами левые радикалы едва ли не больше ну или точно такие же, как и те самые социалисты. Во-первых, кто всю эту контору создал? Создали ее в семнадцатом году. Ее создали люди из компании Сандерса, Чакра Барти, небезызвестный, с которого все мы помним в связи с Кортес, Эксли, и такой, он правда уже ушел, но это ничего не меняет, омерзительный товарищ, как Чен Куйгур, да, знаете наверняка его, и их задача была естественно продвигать идеи проигравшего Берни в Демпартию и противостоять воплощению мирового зла, то есть Трампа. И если в восемнадцатом году их кандидаты ну выиграли, но там многие очень пролетели, в этом году, как я смотрю, они стали действовать уже более точечно, что называется, если в восемнадцатом году у них всего было семьдесят девять, кажется, кандидатов, в этом году поменьше, и Берни уже пролетел, а соответственно кандидат в Сенат у них была одна, тоже пролетела, но что касается кандидатов в палату, их там около пятнадцати, двадцати, что-то такое, то они все идут на победу, только двое пока вылетели, и более того идут сметая на своем пути, как я уже сказал, и вот этих самых демократов прежних. Но чтобы вам немного было понятнее, о ком идет речь, что наши старые друзья, опять же мерзейшая троица Кортес, Тла и Помар, это все кандидаты, поддерживаемые демократами за справедливость. Если вы посмотрите на одного из организаторов компании Сандерса, и кстати человека, который исправно продвигает кремлевскую антиукраинскую пропаганду под видом изоляционизма такой Ро Ханна из Калифорнии, то он тоже связан с этими самыми демократами за справедливость. Наконец, на прошлой неделе я видел, в тот день просто никуда нельзя было деться от этих заголовков, Кори Буш, активистка БЛМ, которая в 18-м году на праймерис пролетела, сейчас вот она добивается успеха в Миссури, насколько я помню, и вытесняет прежних демократов. То есть, происходит то, что происходит, а именно как в свое время консерваторы, кстати говоря, через свои организации распространяли свое влияние на республиканскую партию, но, к сожалению, не распространили полностью, хотя успеха добились, ничего не могу сказать. Ну вот, теперь, увы, пример наших людей, воспользуясь такой формулировкой, как мы видим, принимают демократы, и если при этом действия консерваторов вызывали критику, негатив в прессе, то захват социалистами и левыми радикалами демпартии, он проходит под аплодисменты, как я уже сказал, под радостный гул прессы. Если же мы с вами посмотрим на то, на программу, которую ждет от реализации, которую ждет своих кандидатов это самое объединение, про которое я вам говорю, то здесь все, что нам так знакомо по социалистическим программам. Для образования для всех, медицина для всех, иммиграционную службу закрыть, всех нелегалов простить, все указы, нацеленные на ограничение иммиграции отменить, зеленый новый курс обязательно ввести со всеми вытекающими последствиями, аборты продвигать, оружейный контроль усилить и, естественно, помощь Израилю прекратить. Там несколько стран, но Израиль, естественно, у нас самый страшный. И более того, та самая Кори Буш, которая, как я сказал, может вот-вот попасть уже в ноябре в палату представителей, она не просто СБЛМ, она еще и антисемитская активистка тоже из этого самого БДС движения, знаете, что это такое? Движение абсолютно антисемитское по сути свои. И вся эта публика, она, повторяю, уже здесь. И она может прийти в палату. И не только в палату, если удастся республиканцам сохранить Сенат, на что я надеюсь, хотя и там могут возникнуть сложности, то вот это вот подчинение палаты представителей уже не просто демократам и демократам радикальным, оно может идти и дальше. И поскольку Демпартия все больше и больше левеет и радикализируется, то, о чем я говорил и буду еще не раз повторять и надеюсь только эти ближайшие два с небольшим месяца, а потом все-таки сделаю передышку после выборов, так это то, что Байден в конце концов будет кандидатом даже более опасным, чем Сандерс. Потому что если с Сандерсом все понятно, то Байден при своей, который будет подаваться как раз в том числе к сожалению и для российских полезных идиотов как кандидат центрист, но вот вся эта публика, все эти социалисты, все эти демократы за справедливость и им подобные организации, они уже совершенно точно решают, что и как будет происходить внутри Демпартии. И так как поддержка прессы уже целиком и полностью на их стороне, то совершенно очевидно, что Байден даже если где-то в его теряющем полную связь с реальностью сознания какие-то элементы здравомыслия остались, хотя в этом сильно сомневаюсь, но что он будет абсолютно марионеткой, зомби, какой угодно используйте слово, для тех самых сил, которые я вам только что и охарактеризовал, то есть экология якобы, а на самом деле крушение и огромное давление на американскую экономику, лишение оружия, открытые границы, но я не буду повторять, я это называл несколько минут назад. Вы это понимаете, слушатели наши в Америке и в Израиле уверен, но вот жаль, что у нас в стране это понимают далеко не все и понятно, что вам в Америке российских интересов конечно дела нет, слава богу, но мне бы все-таки хотелось, чтобы люди вокруг меня немного соображали, что происходит в Америке и почему ни в коем случае нельзя допустить не только победы Байдена, но и победы демократов вообще, потому что Байден и большинство в обеих палатах, ну это то, что Томас Соуэлл, мой любимый, говорит, что это потеря Америки вообще. Мне очень хочется надеяться, что до этого не дойдет, но тем не менее опасность есть и я о ней постараюсь исправно в оставшиеся месяцы перед выборами говорить. Я не в коей мере не пытаюсь повлиять ничего подобного, но право же это серьезно и мне бы очень не хотелось, чтобы произошло то, о чем я говорил и чтобы вот все эти люди управляли великой страной, а они к этому идут. Здесь я прервусь, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Вы абсолютно правы, демократическая партия настолько качнулась влево, что какое-то время назад об этом трудно было представить. Скажем, когда появилась на политическом горизонте Акасия Кортес, но это была такая, ну, как бы, я не знаю, выделялась из толпы, на нее смотрели как на некое чудовище или чудо, которое не имеет ничего общего с реальностью. На сегодняшний день ее лозунги, ее, так сказать, воззрение легли в основу платформы демократической партии. Мало того, Байден заявляет о том, что если он победит на выборах, скажем, Бетту Рурку назначит царем по оружию, который обещал отобрать оружие у населения. Ну, Акасия Кортес, ее нью-грин-дил, так сказать, тоже положено в основу экономической политики Байдена. Так что, вы абсолютно правы, партия представляет из себя леворадикальную социалистическую партию. Не больше, не меньше. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Нужен совет, или засыпать. Так. Бориска опять таблетку утром потерял. Бывает. Вот как только таблетку потеряет, так его пробивает на телефонный звонок и сказать несколько слов бессвязных абсолютно. Но главное, чтобы сказать. Чем нам нужно разрядиться? Такие звонки тоже полезны. А может, оно ему помогает как-то. Ну, тогда ладно. Хорошо. Есть еще одно движение. Мы довольно часто говорим о проблемах образования в Соединенных Штатах, поскольку иногда высказывания профессоров некоторых или преподавателей из школ вызывают просто шок. Скажем, математика это наука российская, представляющая собой белые привилегии. Профессор математики из Бруклин колледжа, по-моему, заявил. Ну, нечто подобное. То, что происходит в школах, школы, как правило, управлялись. До, по-моему, 73-го года у нас даже Министерства образования не было. Как-то существовали школы, учили и так далее. И школы были привязаны к местным органам, там, ну, комитет, школьный дистрикт и так далее. По сути дела, школьные процессы управляются профсоюзами. Как мы помним, профсоюз это школа коммунизма. И заявление Вайнгард, это лидера там профсоюза преподавателей, нет, как он называется, профсоюз образования, что-то такое. Когда я задал вопрос, когда же вы будете заботиться об интересах детей, на что она честно, откровенно ответила, когда дети будут платить мне членские взносы, я буду о них заботиться. А сейчас буду заботиться о преподавателях. И вот какую роль на сегодняшний день играют профсоюзы, вот об этом, если можно. Да, сколько успеем, потому что тема, на самом деле, обширная, но вернемся в следующий раз. Опять, я чувствую, она актуальность не потеряет, а по мере приближения учебного года, ну, там, я знаю, в разных штатах по-разному, но, тем не менее, тоже будет важна. При этом, да, профсоюзы учительские, они, на самом деле, иногда играли роль положительную, как ни странно это прозвучит. Я очень люблю рассказывать историю, и начну с нее. Опять же говорю, не успеем, ничего страшного. Когда в 60-е годы профсоюз учительский в Нью-Йорке спровоцировал войну между старыми и новыми левыми, а именно, когда черные активисты стали требовать увольнению белых учителей, еще так получалось, что это учителя были евреи в основном, то есть, это был черный антисемитизм в чистом виде, то ничего не могу сказать. Тогда профсоюз, возглавлявшийся таким колоритным левым, но еще не утратившим здравомысли человеком, как Эл Шенкер, так вот, тогда профсоюзы встали на защиту учителей, и в результате среди интеллектуалов тогда была, повторяю, действительно война, потому что одни левые заступались за учителей, так как, ну, полагается, вроде бы, интересы их поддерживать, это старые левые, а другие заступались за черных, потому что то, что раз они страдальцы от расизма, а это еще в 60-е годы, в конце, уже тогда, вернее, было модным, соответственно, ну, кому какое дело до еврейских учителей, да, если у нас тут черные, все такое прочее. В общем, было много всяких разборок, но, повторяю, в общем и целом, наверное, тогда профсоюзы еще что-то положительное делали, и тот же Шенкер, например, поддерживал, был антикоммунистом, как ни странно, это прозвучит, и даже поддерживал войну в Вьетнаме, по некоторым данным, но это было тогда. А сейчас, если мы посмотрим, то на ситуацию в Соединенных Штатах, то я вижу, что профсоюзы, представляющие моих коллег, и, к сожалению, я бы очень многих людей даже коллегами не хотел называть, ну, потому что учителя это совсем не то, что они делают, и учительская профессия это совсем не то, чем они занимаются. Так вот, но при всем при этом даже профсоюзы, они ведь защищают сейчас не учителей, а и точно не заботятся о детях, вообще немало. А профсоюзы, сейчас нацелены именно на защиту вот этой самой невнятной, агрессивной, но и точно враждебной и детям, и учителям левой толпы. Потому что, посмотрите, что требуют профсоюзы. Они требуют, чтобы учителей не допускали до занятий, но при этом еще и платили. В принципе, это ненормально, потому что, когда тебе платят за то, что ты ничего не делаешь, это неуважение к тебе, это означает, что тебя считают неполноценным. Извините, так оно и есть. Дистанционное обучение и все такое прочее, ну, я сейчас не буду о нем говорить, опять же, это долго, может, в следующий раз. Ну, я считаю, может, конечно, у вас это лучше работает по своему опыту в Российской Федерации, я знаю, что дистанционное, оно замениться лично и не может. Я не говорю, что оно плохое, не говорю, что оно хорошее, но школа подразумевает то, что дети должны быть рядом друг с другом, и они должны быть рядом с учителем, и должно быть вот это вот взаимодействие, еще и с родителем, и, соответственно, профсоюзы должны обеспечить, чтобы это взаимодействие работало, и чтобы права учителя при этом не нарушались, но когда профсоюзы просто запрещают учителям работать, а детям учиться, то, извините, интересов здесь никаких нет. И то, что при этом профсоюзы, они сильно повязаны и поступают в поддержку тех же самых Black Lives Matter, Антифы и так далее и тому подобное, это, во-первых, это отвратительно, потому что что-то сегодня его часто поминаю, ну, так оно и есть, Йосида в Японии боролся в 50-е и 40-е годы с тем, чтобы учителя ни в коем случае не были связаны с политикой вообще, и чтобы учительские профсоюзы никакой политики в школы не приносили, и даже добился в том успеха, поэтому в Японии такая ситуация, опять же. В Америке этого нет, и когда профсоюзы устраивают какие-то пафосные демонстрации, и в Аризоне там какие-то готовят некрологи, что вот как учителя пойдут в школу, они сразу все умрут от этого самого ковида, извините, будь я американским учителем, я бы гораздо больше боялся встречи с чернокожими и белыми погромщиками, или шальной пули, если бы я работал в соответствующем районе, чем ковида, потому что умереть от этого самого коронавируса, как я понимаю, учителю, ну, шансов, конечно, больше, чем быть похищенным инопланетянами, но гораздо меньше, чем стать жертвой погрома, так или иначе, тем не менее, профсоюзы никак не обвиняют погромщиков, хотя для детей, заметьте, это очень дурной пример, если погромы поддаются, как и погромщики, как образец для подражания, и, как я уже сказал, учителей, на самом деле, не защищают вообще, то есть, да, здесь, мне, к сожалению, придется прерваться, но я, наверное, в следующий раз продолжу тогда, то есть, ситуация такая, что профсоюзы губят очередное новое поколение американцев и теоретически превращают учителей в, тоже в зомби, если хотите, то есть, получайте деньги, заткнитесь и поддерживайте программу всех левых вне зависимости от их названия, это, часто это слово, повторяю, но здесь другого не подберу, так как оно цензурное, это отвратительно, ну и здесь, наверное, мне стоит остановиться. Да, к сожалению, времени больше нет, но тема эта действительно очень обширная и очень болезненная, потому что уже не одно поколение воспитано в ненависти к своей собственной стране, и об этом мы будем говорить и говорить постоянно. Спасибо огромное, Иван, и до встречи в следующий раз. До встречи, спасибо вам, всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова